Отношения Сяяня и королевы Медузы с самого начала были очень непростыми и довольно напряжёнными. И неудивительно, ведь Сяянь забрал то, что раньше принадлежало королеве – Лотос Пламени. А потом ещё и прихватил переродившуюся королеву Медузу в виде семицветного питона, пожирающего небеса. В трейлере нам показали, что королева Медуза угрожает Сяяню и пытается его убить. Интересно, что же случилось? Королева и раньше была несколько враждебна к Сяяню, но в итоге заключила с ним соглашение на один год и везде его сопровождала. Во время арки Пламени Падшего Сердца, королева Медуза снова появится и попытается убить Сяяня, но она не могла причинить ему вред из-за духа семицветного небесного питона. Плюс у неё противоречивое чувство в её сердце. Когда они попали в ловушку Пламени Падшего Сердца, Ялао защищал их, пока не погрузился в новый сон. Сяянь защищался от Пламени Падшего Сердца, пока не потерял сознание, а позже проснулся, чтобы очистить пламя. В главе Академии Цзянань главным героем является Сяо Сюнэр, но у королевы Медузы также важная роль. Просто после того, как Сяянь сбежал из Империи Цзяма, Медуза появляется довольно редко. После того, как Сяянь поступил в Академию, он начал постоянно совершенствоваться, улучшать свою силу и ждать возможности атаковать павшего Синьяня. В конце тренировки они услышали свирепый рёв. Оказалось, что другие мастера сражались с королём снежной обезьяны. Этот зверь был очень силён. По совету Сяяня, все остальные поспешно сбежали, так как они не были противниками этой снежной обезьяны. Когда они ушли, Сяянь начал принимать меры под руководством Ялао и приготовился захватить ядро земли для закалки тела. Однако силой Сяяня этого явно было недостаточно, но ему помогает семицветный питон. Этот малыш – лучший помощник Сяяня. Его сила также сравнима с силой боевого короля, и у него очень могущественное происхождение. Питончик помог Сяяню и задержал обезьяну. Он успешно вошёл в пещеру и нашёл ценное вещество, которое охранял этот зверь. Когда Сяянь вышел из пещеры, он увидел ожесточённую битву между небесным питоном, проглатывающим небеса, и королём обезьяной. Однако в этой битве питон одержал верх, но это стоило ему немалой цены. В конце концов, Сяянь и семицветный питон успешно ушли отсюда. Как раз, когда Сяянь похвалил змейку, он сразу же ощутил странное чувство, потому что питончик завис в воздухе, неподвижно, его глаза были устремлены на Сяяня. А затем раздался холодный голос, который сразу же заставил Сяяня испугаться. А затем семицветный питон превратился в облик королевы Медузы. Причина появления Медузы была в том, что потребление сил и истощение небесного питона было слишком большим. Медуза начала с дела и прямо спросила Сяяня, готов ли ингредиенты для пилюли. На что Сяянь усмехнулся, немного смутив Медузу. Она обездвижила Сяяня. В её руке появился меч. Было очевидно, что королева собирается атаковать Сяяня. Неожиданно появился Ялао, и Медуза остановилась. Хотя Ялао был в духовной форме, Медуза тоже не полностью контролировала своё тело. Если бы начался бой, королева Медуза не могла быть уверена в победе. Хотя она на уровне Доудзун, но учитель Ялао ничуть не слабее. Но самое главное, она всё ещё хотела получить пилюлю духовной плавки от Сяяня. И наконец, Ялао, став миротворцем, придумал способ создать эту пилюлю в течение года. Но в течение этого года Медуза должна стать телохранителем Сяяня. Услышав эту просьбу, Медуза хотела отказаться и насильно забрать рецепт. Но Радужный Питон в это время начал соревноваться за контроль над её телом. Поэтому Медузе пришлось отвлечься и подавить его. В конце концов, она согласилась выполнить просьбу Ялао и служить телохранителем Сяяня ещё один год. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об отношениях Сяяня и королевы Медузы. Подписывайтесь на канал и всем пока.